1 2 3 4 5 всем здрасьте с вами сварок и сегодня мы поговорим про лассера где его использовать как одевать и вот это вот все но после небольшой рекламы я думаю что многие из вас видели ценник на покупку виртуальные голды и также как я считаете что этот ценник конске поэтому я могу вам предложить сайт донатов нет где вы можете задонатить напрямую при том дешевле чем самой игре забудьте про передачу аккаунтов все пополнения только по айди игрового аккаунта а при регистрации по моей ссылке вы получите купон который даст скидку на первую покупку большая часть игроков не любит когда им выпадает лассер потому что по идее этот герой задумывался как саппорт который накладывает антихил потому что у него на ульте наложение анти исцеления на 15 секунд 15 секунд это очень долго и тот же самый лассер используется у нас на первом рейде в виде антихилла но все забывают о том что он может дамажить потому что помимо наложения антихилла у него еще на ульте при полной прокачке 800 процентов массового урона также у него талант который при базовой атаки и ульте накладывает на цель песчаная эрозия которая наносит 10 процентов постоянного магического урона в секунду она складывается до 3 раз и эффект нельзя снять на базе у него мини массовый урон всего лишь по пяти врагам в то время как ульта накладывается на 10 целей пассивочка у него авто включающиеся каждые 5 секунд вешает замедло на всех врагов у кого есть песчаная эрозия и от количества стаков замедляет на 25 50 либо 75 процентов всех врагов при полной прокачкой замедло вешаться будет постоянно потому что раз в 5 секунд включается область эрозии и действует замедление 5 секунд приятно на второй пассивочке небольшая помощь для наложения песчаной эрозии когда враг с тремя эффектами песчаной эрозии погибает в пределах дальности другой враг получает два заряда а при полной прокачкой 3 заряда песчаной эрозии эффект срабатывает раз в 6 секунд что тоже собственно приятно ну и так как все его любят за антихилл но опять таки все забывают что он может дамажить и дамажит он на самом деле очень сочно на 1 пробуде он наносит 15 процентов дополнительного урона целям под действием анти исцеления на 2 пробуде его плюс 300 атаки на 3 пробуде через 10 секунд после использования ульты интервал пассивки становится равен одной секунде и число целей поражение увеличивается до 2 на 4 у него увеличивается весь урон и на 5 на всех врагов с тремя зарядами песчаной эрозии когда слабо срабатывает его первая пассивочка накладывает состояние бездвиживания то есть нельзя будет двигаться целую одну секунду в принципе мало но по сути тоже почему бы еда и многие его одевают в принципе саппорта которые имеют максимальный реген ярости и при регене яркий свыше 100 процентов он прекрасно будет стоять с другой стороны от наших магических dd которые вместе с доллара с зеленой там и все остальные братья будут накидывать но если вдруг у вас нету того же хаммита верные барея и всех остальных массовых волшебников которые можно придумать и вам выпал васир что же с ним сделать вот такой относительно льготный шмот все проклятие и бедствие я его нарядил конечно же на арт ему по-хорошему лучше вешать какую-нибудь слизу сумерек но ради теста я решил оставить ему личный артефакт хватка песка потому что это позволяет ему чуть-чуть восстанавливать ярость и повышает наносимый урон на данном случае на 22 процента на три с половиной секунды но только при атаке цели с тремя зарядами песчаной эрозии но так как герой относится к фракции культистов то при наличии лидера я взял самого простого который у меня есть к сожалению мира нет я бы взял мира для этого но также прекрасно васир с жадностью закрывает как минимум девятнадцатый этап первого рейда ну а уже для 21 этапа нам жадность не особо подойдет потому что жадность каковой урон относительно мал поэтому здесь жадность используется больше как замедлятор потому что как вы знаете проакция культистов получает прекрасно бабку урону при наличии своего лидера по замедленным целям ну и собственно начинаем выставление то есть первый выходит лассир бафаем его до лоркой в случае чего и уже ускоряемся начинаем дамажить лось прекрасно будет зачищать все что движется на как минимум девятнадцатом этапе являясь основным д д доминация отключена сейчас мы дождемся пока подойдут все крепы и в принципе можно включать уже долорес и включать лассира который сейчас должен будет плюнуть на всех своей ультой и большую часть он просто сбрил достаточно среднем шмоте как мы видим по песчаной эрозии по контролю наносит хорошие цифры дэмэджа по 80000 под той же долорес и это на самом деле прекрасно ну и также лассир один из немногих героев который может совершенно спокойно накладывать не только лишь замедление но и антихил для того чтобы те же самые крепы на первом рейде на рейде подземелья с маг ротацией чтобы они не лечились и мы их спокойно могли убить ну а также из плюсов лассирую не обязательно заливать full скил и главное чтобы он был залит пылью на свою ульту на уменьшение стоимости и тот для того чтобы он при первых прохождениях 21 этапа имел возможность заливаться чаще и соответственно чаще уйти для того чтобы попасть вместе с боссом в свои тайминги для того чтобы постоянно накладывать антихил но и жадность также помимо замедления накладывает еще и ослабление магического сопротивления что повышает маг урон наших героев поэтому связки с жадностью даже в 1 dd в виде лассира можно спокойно закрыть тот же самый первый рейд в 19 это для того чтобы начать фармить уже например воеводу но если вы в этом испытываете какое-то желание и потребность и лось прекрасно выступает в роли dd но помимо первого этапа лось поможет вам закрытие 19 этап второго рейда снаряжения являясь единым dd который есть но для этого нам уже не нужно будет dolores а нужно будет мари которая будет вешать за медло на всех для того чтобы они собрались в кучу и лось ультанул и здесь тоже никаких проблем нету он прекрасно справляется со своей задачей да конечно для 21 этапа нужно будет погадать тайминги по аккуратнее поиграть но 19 этап он закрывает просто играючи как видите тоже без доминации все у нас прекрасно все хорошо и первых двух клипов он убивает ну а потом просто нам нужно будет уже собрать очередь из крипов которые будут весело гудей бибика бежать в сторону лосира маришка их будет замедлять он заходит в бой больше чем с половиной ульты поэтому пока крепли доходят лось успевает зарядиться ну а в случае какой-то проблемы всегда можно будет ультануть маришкой для того чтобы ребята еще стали в массовое замедло и лось также их всех убил как видите без доминации 19 этап также прекрасно закрывается одним лосиром ну и зайдя на четвертый этаж первого рейда подземелья где у нас маг ротация мы посмотрим насколько лосир выступая в роли соло дд сможет с этим всем справиться бабать его будет конечно же долорес тут уже нужен нам усиленный урон ну да и лось у меня тоже одет не full атаку как мне хотелось бы я слегка ему дал крит урона но в любом случае лосир пока что справляет со своей задачей ну и конечно же да здесь уже посох не настолько ему лично будет ролять и все-таки ту же самую слезу на него напалить будет выгоднее для повышения его атаки но как мы видим также можно сюда воткнуть жадность которой лосир будет прекрасно стоять уже можно включить долорес ультим лосиром и как мы видим он неплохо наносит дэмэдж по крипам и он их да он их убьет в итоге в конце он их всех запинает и они в этот момент еще не могут хилиться соответственно поэтому и будут запинены лосиром вот так лосир прекрасно справляется с задачей и наносит тот самый урон нужный для убийства крипов напомню что дед у меня он в цвет проклятия вместе с бедствием который позволяет ему при наличии большого количества врагов в его зоне дамажить плюс на ульте у него зона опять-таки увеличивается но здесь уже стоит чуть-чуть подождать пока крипы подойдут поближе несмотря на то что лось какое-то время кастуют свою ульту но не всегда крипы успеют дойти до того момента чтобы всех зацепило поэтому можно что поставить еще одного тонка который разбавит всю эту веселую гоп-компанию и также все весело гудя и бибикой будут любиты потому что лось прекрасно справляется своей задачей как соло дд непосредственно на одном из флангов на массовой арене ну он может помочь на самом деле но только лишь в самом начале для того чтобы вы вырвались там из своей бронзы и серебра максимуму золото потому что в принципе все будут расставляться либо на понтане либо кривонь к косвенькой кто-нибудь прибежит и даже наверно при должном желании лосир не поможет вам залезть повелителя потому что крепочки жирные а как мы знаем он от б с врага сила крипов будут меняться также как их здоровье на первых уровнях в принципе лось прекрасно справляется с убийством всяких разных паучков и вплоть до пятой волны он вам будет помогать потом конечно же да потом уже будет хуже и лось будет не справляться пока что вот мы видим собаки крысы и все остальные насекомые успешно лопаются под дэмэджом лосира который как я уже говорил не залит навыками от слова совсем но хоть что-то она может делать и в принципе наша задача будет в какой-то момент просто продержаться дольше врага убить больше крипов для того чтобы его фонтан либо съели либо сжег алкаденс вот такой получился обзор а на этом все с вами был сварок всем благосклонного рандома богатого дропа и мирного неба над головой удачи